В продаже две классические английские бритвы. Продаваться будут они парно. Бритвы от одного производителя это Joseph Allen & Sons. Достаточно известный производитель, работавший в Шеффилде на рубеже веков. Занимался он столовой продукцией, столовыми приборами, выпускал немножко ножей и опасных бритв. Насколько я помню, Joseph Allen начал работу как самостоятельный кузнец, мастер еще в 1860-х годах и торговую марку XLL он выкупил в конце 1880-х, там 88 или 89 год. Те бритвы, которые я сейчас предлагаю. Они сделаны ориентировочно между 1891 годом и 1905-1907 до 1910. То есть где-то на рубеже веков. Известно, что мастер перестал выпускать бритвы в самом начале 20 века, сосредоточившись полностью на столовых приборах. А выпуск именно этих двух моделей он состоялся уже после 1891 года, потому что здесь стоит штамп England. Клеймы абсолютно одинаковые в обеих бритв можно видеть. Торговая марка XLL, кстати тоже довольно интересная. Потом написано, что это Joseph Allen & Sons. Ну и ниже Sheffield, Англия, England. Слово England начали ставить после 1891 года. Ну и бритвы производитель перестал делать в 1900-х. Поэтому тут очень такой короткий промежуток времени, когда те бритвы могли быть сделаны. Вот здесь на обеих бритвах идет глубокая гравировка на все полотно. Медиум сайз, холл граунд. Бритвы эти, ну можно сказать, клин. Почти клин. Тут выборка практически отсутствует. До самого низа клинки такие толстые. Размеры у них тоже примерно одинаковые, где-то 5 восьмых. Сейчас я их отдельно положу. Комплектуются чехлом. Чехол потом отдельно покажу. Чехол из эко-кожи. Вот вторая бритва. Покажу рядышком их размеры. Но они в принципе практически идентичны. Обе бритвы имеют выборку на клин. Обе 5 восьмых с небольшим плюсиком. Разница у них незначительная по дизайну. Можно видеть бритва с черной ручкой. Она имеет чуть более длинное полотно. Чуть более длинную кромку и чуть более длинный хвостик. Хвостик у нее такой здоровенный, с изгибом. Видны следы слесарной обработки на заводе. Я это все дело чистил, но геометрию и стереометрию клинка не менял. Поэтому можно видеть следы заводской обработки. Тут тоже на черном клинке гравировка medium-size hollow ground. Вот такой барберский вырез небольшой на носике. Ну и практически клин. Такая вот бритва. Немножко отдали. Вот так хорошо видно. Насечек внизу нету. Что касается геометрии клинка, клинков обоих. Ну в принципе тут все в порядке. Как для клина фаска получилась приемлемой ширины. Вот. Бритву особо раньше не использовали. Поэтому никаких таких провалов сильных не было на громке. Состояние с обеих сторон хорошее. Бритвы полностью обе разбирались, полностью чистились. Здесь все абсолютно чисто. Никакой грязи, никакой коррозии. Черная ручка это эбонит. Вот пины латунные. Нижний, верхний. И внизу клинышек оловянный. Вот я его тоже шлифовал, чистил. Вот в этом плане все родное. У второй бритвы хвостик немножко короче. Полотно немножечко более короткое. Тоже я полностью это все разбирал, полностью вычищал. Полотно с оборотной стороны тоже абсолютно чистое, аккуратное. Внизу насечек тоже нету. Все полностью чистое. Вот. Ручка здесь у второй бритвы тоже родная. Вот. Но она выполнена уже из белого пластика. Клинышек здесь не оловянный, а обычный пластиковый. Нижний пин, я так понимаю, стальной. Я его не снимал. Такого он белого цвета. Верхний пин низи первый с крупной шайбой. Вот такая вот бритва. Внутри ручки естественно тоже вычищены обе. Перед тестом еще покажу чехол. Ну, чехол такой самый обычный. То есть бритвы приехали ко мне комплектом без футляра от чехла. Мы сделали обычный такой чехол из эко-кожи. Вот. Мягкий, аккуратный. Обе бритвы и пошиты именно специально под эти две бритвы. Поэтому помещаются они в нем хорошо. Сидеть будут тоже хорошо. Вот. Как такой недельный комплект очень даже неплохие они будут. Если человек бреется раз в два дня, раз в три дня, то чередуя эти бритвы в принципе на неделю двух штук должно хватать. Вот. Сделали мы таким образом, чтобы это все дело перематывалось. Опять же, кожаной полосочкой. И здесь мы ее просто сюда загоняем, вставляем и поджимаем. Все. Вот такой вот чехольчик. И сверху они не выпадут, потому что там клапан сделали. Ну и снизу естественно тоже раскрывается, расшнуровывается легко и просто. Ну, в общем, простая, незамысловатая конструкция, как для хранения, так и для транспортировки. Все. Сейчас отдельно тест еще покажу. Бритвы имеют достаточно мягкий рез, как классические шефелские клинки. Но надо учитывать, что они сделаны уже в конце 19 века. Сталь тут использовалась, скорее всего, не такая, как на более старых клинках. Однако, они будут, в принципе, радовать своего владельца. И, как я уже говорил, если использовать их в качестве такого недельного набора, то, в принципе, должно хватить на долгое время. Потому что здесь сталь чуть-чуть более твердая, чем на старых клинках, клинках старого типа. Соответственно, и заточки хватит на более длительное время. Вот. При этом здесь сохраняется классический английский мягкий рез, за счет того, что это клинки, за счет, естественно, правильной термообработки. Потому что фирмы это, Джозеф Аллен и сыновья, они имели достаточно крупный опыт в этом всем. Сейчас дотронулся, он отпал. Насколько я помню, фирма просуществовала до 1930-х годов. То есть, они почти сто лет в бизнесе были. Отпал. Вот. И в каталогах продукция компании встречалась вплоть до 1950-х годов. Настолько вот они были известны. И продукция их пользовалась спросом. Вот. Вот. Ну. Бритв они делали не очень много именно разных моделей. Потому что в основном встречаются именно такие клинки. Medium Size Hollow Ground. С таким вот барберским вырезом на носике. Вот. Ну. Я вот уже сколько раз эти модели привозил. В принципе, всем нравится. Это такая хорошая альтернатива более новым немецким бритвам, которые начали производиться там уже в начале 20-го века, прямо в 20-30-х годах. Вот. Но при этом это будет стоить чуть более дешево, чем классические более старые шеффилдские клинки там 20-го века. Начало самого... О! Вернее, что я говорю? 19-го века. Чем клинки 19-го века. Вот. Это можно сказать такие самые последние бритвы, которые вообще делали в Шеффилде. Потому что там еще Вейден Батчер немножечко выпускали бритв в самом начале 20-го века. И еще буквально пару брендов, ну, о которых практически никто не знает. Самые крупные производители Батчер, Вастенхольм и, по-моему, еще кто-то третий был, они прекратили свой выпуск как раз наравне с Джозефом Алленом. Еще по торговой марке я хотел сказать, ранее упоминал, что довольно интересно. Вот эта вот марка Non-XLL была здоровенная корпорация, компания американская. Адольф Кастер вместе с братьями. Вот. Они держали очень много бритвенных брендов. И они платили Джозефу Аллену за право использовать его марку Non-XLL. Потому что она очень напоминала по написанию, по буквам, очень известную торговую марку Вастенхольмов. I am excellent, I excel. Вот. Адольф Кастер платили деньги Аллену, чтобы использовать его марку на своей продукции. На своих бритвах, на своих ножах. Вот. Так что, такая вот история. Все. Бритвы будут в продаже. Продаются вместе. Отдельно не буду их, наверное, раздюрбанивать. Вот. Это такой мини-комплект. Поэтому будут вместе. Ну и цена, естественно, будет ниже, чем если бы эти бритвы покупать по отдельности. Поэтому, я думаю, и для новичков хороший выбор. Как я уже говорил, такое оптимальное сочетание мягкого реза и, в принципе, технологий качества производства начала 20 века. Ну и для бывалых пользователей это будет интересно. Потому что сами бритвы, ну, в принципе, неплохие. И состояние у них достаточно непользованное. Все. На этом все.